Доктор Скачко 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 Если у вас появились насморк, кашель, боль в горле, то это свидетельствует, что в органах дыхания не все благополучно. И возможно там развиваются бактериально-вирусные инфекции. А возможно это и проявление аллергических реакций. Но в любом случае самоочищение органов дыхания происходит благодаря образующейся в них мокроте. А 98% мокроты это вода. И если воды для очищения легких не хватает или для очищения дыхательной системы не хватает, могут развиваться различные осложнения. И очень важно знать, в какой степени вам нужно компенсировать потери воды в каждом конкретном случае. Есть один очень важный показатель, который указывает на то, сколько нужно пить воды при заболеваниях органов дыхания. И о нем вы узнаете прямо сейчас. Если температура поднялась до 38 градусов по Цельсию, это говорит о том, что вам не качество и количество воды нужно менять в рационе, а по-другому питаться. Иммунная система слишком слаба, она не может адекватно ответить на новую для нее бактериальную либо вирусную инфекцию, а также справиться, возможно, с уже существующей инфекцией. И вам нужно искать, что нарушено в работе иммунной системы и менять питание, менять образ жизни и в последнюю очередь менять качество и количество воды. Если же температура поднялась от 38 до 38,5 градусов по Цельсию у детей и до 39 градусов у взрослых, это прекрасная ответная реакция иммунной системы, при которой вам нужно убрать из рациона белковые продукты питания. А именно мясо, рыбу, птицу, яйца, оставить разве что кисломолочные продукты, возможно, каши, овощи, фрукты. И благодаря тому, что эти продукты питания перевариваются быстро, вы можете увеличить свое суточное употребление воды где-то на литр-полтора. Все зависит от степени повышения температуры тела. И в данном случае вы будете правильно совершать, правильно поддерживать активность своего организма. Если же температура поднялась выше 38,5 у ребенка, либо выше 39 у взрослого, продукты питания исключаются полностью. Слишком интенсивные потери воды происходят в данном случае, и еда, даже самая лучшая, она будет тормозить всасывание воды из пищеварительной системы в кровь. В итоге будет страдать, как система терморегуляции, температура может при наличии пищи на такой температуре повышаться еще выше, и 39,5, и 40, может быть, и выше могут быть цифры. А также нарушается очень важный момент – очищение крови. Почки в этом случае также работают хуже, хуже очищают кровь, степень интоксикации увеличивается, и вероятность осложнений также увеличивается. Если температура у ребенка поднялась выше 39, у взрослого выше 39,5, это говорит о злокачественном протекании инфекции, и такую инфекцию лучше не лечить в домашних условиях, а обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Очень важный момент – не только сколько пить воды, но и какую пить воду. Она, качество воды в данном случае, зависит от того, какая инфекция подозревается у вас, и какую пить воду лучше, вы узнаете прямо сейчас. А пока наслаждайтесь этим прекрасным местом в Словении. Продолжение следует... Если у вас развивается бактериальная инфекция, с первых минут заболевания вы употребляете щелочную воду. Щелочная вода способствует быстрому разжижению мокроты. Мокроты образуются больше, она менее вязкая, легче отходит, лучше дренируется дыхательная система, и снижается вероятность осложнений. В случае, если у вас развивается вирусная инфекция, с первых минут заболевания вы используете кислотную воду. Кислотная вода способствует созданию неблагоприятных условий для развития патогенных вирусов, и вашей иммунной системе будет проще справиться с ней, выработав своевременно надежный иммунитет. Но кислотная вода используется только в том случае, если вы правильно сопровождаете вирусную инфекцию. Если температура у ребенка стремится выйти за пределы 39 градусов, а у взрослого за пределы 39,5 градусов, иными словами, вы неправильно сопровождаете опасную вирусную инфекцию. И степень интоксикации при этом возрастает, потому как снижается количество мочи. Оно снижается автоматически параллельно с повышением температуры тела, потому как чрезмерное повышение температуры тела показывает о недостатке воды для охлаждения организма. И то, что вы не видите сразу, и не дай бог вам увидеть в реальной жизни, увеличивается вязкость мокроты. Мокрота становится густой, перекрываются мельчайшие бронхи, и очень быстро может развиться дыхательная недостаточность. Поэтому для предупреждения дыхательной недостаточности, в случае если температура находится у пограничной цифры, я имею ввиду, у ребенка в диапазоне 38,5-39, у взрослого 39, 39,5, вы меняете воду на щелочную. Щелочная вода способствует образованию более жидкой слизи, и в данном случае вам не столько следует бороться с вирусами. Повышенная температура и так активировала иммунную систему до предела, и ее задача это фактор времени. Ваша задача уменьшить вероятность осложнений со стороны органов дыхания. И в этом вам поможет щелочная вода. Если же количество воды вы продолжаете использовать недостаточное, и температура пытается выйти из этого пограничного диапазона, лечение инфекцией в домашних условиях заканчивается, и вы перемещаетесь в стационар, где вам будет оказываться более интенсивная лечебная помощь. Но если вы все делаете правильно, если вы понимаете, когда использовать щелочную воду, когда использовать кислотную воду, сколько воды правильно пить, то в случае любых бактериально-вирусных инфекций вы с наибольшей вероятностью дождетесь не осложнений, а выздоровления. Вот на этой позитивной ноте. Я это не самое длинное видео на своем канале буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете поставить лайк на это видео, либо отправить ссылочку своим друзьям, знакомым, родственникам, я покажу вам еще немножко, несколько секунд, минут, может быть, этот великолепный вид в Словении, город Копер. Городок окружен с трех сторон водой. Когда-то это был, говорят, остров, но сейчас это полуостров и достаточно прекрасный. Перед Новым годом здесь малолюдно. Сезон, думаю, здесь прекрасно отдыхать. Окружают хвойные леса. И рядом чистейшее море. До новых встреч на моих каналах. А вот так это волшебное место. Город Пиран, Адриатическое побережье Словении, выглядит с высоты почти птичьего полета. С трех сторон чистейшее море, воздух, солнце, в зимний период. Хвойные в летние смешанные леса прекрасно подходят для лечения и реабилитации при заболеваниях органов дыхания.